Приветствую вас! Давайте мы с вами разберем ваш текст и, соответственно, попробуем вместе найти пути решения. В первую очередь хотелось бы отметить, что я солидарен с ответом Гудрущева Игоря Леонидовича. Мне кажется, что его ответ наиболее отражает суть вашей проблемы и, самое главное, в нём, в его ответе содержится очень правильный запрос на дополнительную информацию, скажем так, который вам необходимо предоставить для того, чтобы мы могли дать адекватную обратную связь. Итак, не могу найти выхода из сложившейся ситуации, пишите вы, и первое, что бросается в глаза вниз, это психологическая игра тупик, которая необходима человеку для того, чтобы по итогу сбросить в себя ответственность за то, что человек делает. психологическую игру тупик, вы можете посмотреть в интернете, изучить её и, соответственно, уже потом более подробно её рассмотреть, например, на консультации со специалистом, любым, которого вы выберете на сайте. Дальше. Мне 28 лет, я закренелый холостяк, пишите вы. Здесь история такая, что важно понимать, какой вы холостяк. Важно понимать природу ярлыка, который вы на себя навесили. Скренелый холостяк – это человек, который идейно, да, экзистенциально, когнитивно направляет себя на отдаление от близости женщины, да, партнёров, вот. И считать, что она не нужна. То есть, ну, партнёр вообще, он не нужен. То есть, без партнёра, в принципе, хорошо, да, комфортно, нормально. Вынужденный холостяк, в коем вы представляете нам здесь, не является холостяком, как не является, например, там, преступник, да, преступником, если он вынужденный. Поэтому здесь уже идёт, как бы, такое вот искажение, скажем так, понятие, да. Длительных отношений никогда не было, максимум один-три месяца, когда всё по-взрослому. Ну, длительных отношений у вас не было, почему это нужно смотреть. Вопрос заключается, на самом деле, в том, насколько доверительные отношения вы выстраиваете с людьми. Именно вопрос доверия меня больше всего интересует. Не вопрос длительности, да, вопрос доверия. И вопрос причин прекращения отношений. В любви все отношения начало заводить довольно поздно, до этого было много ментального хлама в моей голове. Ну вот, понимаете, да, то, что вот само определение о ментальный хлам, это уже некая интроекция. То есть то, что вы вобрали в себя и окружающей среды. То есть кто-то оценил то, что с вами происходит, как ментальный хлам, и вы начали от этого избавляться. Но проблема в том, что ментальный хлам, как, в общем-то, и хлам в реальной жизни, это составные элементы, из которых и состоит человек. И то, что у вас эти элементы были не связаны, является проблемой. А не сам факт наличия ментального хлама. Да вот. Потому что абсолютно во всем, что касается ментальности, да, кстати, что такое ментальный хлам, как вы вообще это понимаете и что вы вкладываете в это понятие. Ну вот. Во всем, что касается психического здоровья, психической полноты человека, да, психической активности, вот. Можно быть очень осторожным, называя какие-то вещи хламом, да, и обесценивая это. Поэтому то, что вы себя обесценивали, да, и что самое интересное, то, что вот, какие-то аспекты мешали вам, по вашему мнению, вступать в отношения, уже говорит о некой такой условности отношений. То есть, я могу получить отношения или могу получить, ээ, партнера, или могу получить ласку, или могу получить секс, или могу получить дружбу, общение, только если, там, что-то будет. А, соответственно, если этого не происходит, да, то есть, если условия не соблюдается, то, соответственно, я не могу. И так вот так вы идете прямым путем к дефициту обратной связи, которая необходима любому человеку. То есть ваши доживания, они безусловны, они всегда, а удовлетворить вы их можете только при наличии обстоятельств, которые далеко не всегда складываются в вашу пользу, а при определенном психологическом настрое, при определенном поведении никогда не будут складываться в вашу пользу, и тем самым убеждая вас в том, что вы, например, недостойны того, чтобы быть вместе с кем-то там. Дальше. Меня периодически терзают необоснованные скачки моего либидо и повышенное внимание к противоположному полу. Я не думаю, что это связано непосредственно с физиологией, да, потому что, ну, будь это связано с физиологией, повышенное либидо вы бы испытывали всегда и чувствовали всегда, да. То есть это не было бы скачками. Ну, можно предположить, что у вас на физиологическом уровне есть какие-то проблемы, но давайте будем исходить, что вы здоровы. Вот, соответственно, и скачки либидо, и, соответственно, внимание к противоположному полу обусловлены вашей потребностью какой-либо. Либо это потребность безопасности, либо это потребность внимания, либо это, соответственно, потребность любви. Ну, и каждая потребность, да, она, как бы, раскрывается, раскрывается отдельно, то есть, ну, как бы, более подробно, да, можно эту потребность расширить. А дальше, я даже не понимаю, как это объяснить и как удалить эти потребности. Ну, соответственно, не понимаете вы, потому что у вас заниженный эмоциональный интеллект. Вы же считаете, что у вас было много ментального хлама? Вот. И когда вы от него якобы избавились, вы занизили свой эмоциональный интеллект. По-моему, он всегда был такой заниженный, просто раньше вам было тяжело из-за противоречий внутри себя. А сейчас вам стало легче, да, потому что хлама стало меньше. Но от этого уровень эмоционального интеллекта вы еще не встали. То есть это работа с чувствами. Как говорится, иголиться не хочется. Ну, я не очень понимаю вот смысл того, что вы написали, если честно. Потому что, ну, есть у вас либидо. Ну, соответственно, внимание к противоположному поводу. Ну, что мешает вам встретиться с женщиной, провести с ней ночь и в конце концов обратиться к соответствующим услугам, да, которые предоставят вам это. То есть вот здесь как бы непонятен конфликт, если речь идет чисто о сексе, только о сексе. Тут как бы все просто. Если речь идет о чем-то другом, да, это уже послашнее, но нам нужно смотреть, чего именно вы хотите, чего именно вам нужно, что именно, в чем именно вы нуждаетесь. Потому что колется и хочется, непонятно, что колется. И что хочется, понятно, и что колется нет. Бывают моменты, когда давит одиночество, хочется любви и ласки. Ну, соответственно, одиночество это не принятие себя, да, то есть невозможность находиться с собой наедине. А это, соответственно, отсутствие внутренней гармонии и, ну, скажем так, органичного взаимодействия всех составных частей личности коих-три. Вот. Что касается любви и ласки, то не думается, что здесь все вместе у вас и потребность в любви, и потребность в собственной значимости, вот. А непроработаны эти потребности, не научились вы сами их удовлетворять, соответственно, поэтому хочется любви и ласки. Ну, а секс здесь можно воспринимать как единственную доступную форму для удовлетворения этого. Дальше. Бывает, когда ведь на взводе и хочется страшного секса. Ну, секс здесь можно рассматривать как снижение напряжения, а страшность, соответственно, как значимость, значимость, потребность в собственной значимости. Что, в свою очередь, соответственно, поднимает вопрос о вашей реализованности, о степени, о степени вашей реализованности. Бывает просто скучно. Это подавление своих, опять же, желаний, своей спонтанности, своей искренности, креативности и творчества. То есть, когда человеку скучно, он подавляет свое детское состояние, постоянное желание. Хочется трудиться в общине и объятии. Ну, соответственно, да, значимость и, возможно, любовь, возможно, безопасность, потому что именно объятие хочется. Объятие – это безопасность. Вот. А безопасность – это отсутствие личных границ. То есть, у вас не проработана личная граница. Непонятно, вот где вы, где вы, да, а где другой человек, где вот та граница, которая отделяет вас от другого человека. Это событие никак в основном не связано. Да нет, почему? Связано, как видите. После очередных отношений, расстались три месяца назад, фактически, даже напало желание заводить отношения. Ну, потому что вам чего-то хочется, вы прикладываете не огромные усилия для того, чтобы это получить, а в итоге получаете либо совсем чуть-чуть, либо ничего. И психка вас защищает. Она говорит, что у тебя ограниченный ресурс, вот как, ну, так вот, как вы себя ведете сейчас, да? У тебя ограниченный ресурс, ты не можешь его тратить, поэтому психка вас защищает. По поводу того, какой ресурс, как вы его используете, это уже деталь. То есть, тут надо корректировать поведение ваше, вот. Потому что, ну, сейчас, поясню. Вот, а так это, в принципе, нормально. Обычно заканчивается на одну встречу без поцелуев, секс и т.д. Сейчас он на тебя интересен. Ну, потому что вы понимаете, что всё пойдёт по одной и той же схеме, как бы. Вопрос только в том, чем обусловлена встреча сама по себе. То есть, что за ней стоит? Какие припасылки этой встречи? По привычке сижу на сайтах знаков, общаюсь и взрослую с девочками. Вот, понимаете, да? То есть, здесь ярко выраженная гендерная позиция. То есть, вы не видите в девочке ничего, кроме девушки, кроме женщины, кроме объекта либо сексуального, либо, соответственно, ну, скажем так, романтического взаимодействия. Вот. Не для вас девочки, как личности, не для вас девочки, как человек. А дружба, дружба, которую вы тоже хотите, она возможна именно только если видеть в людях именно личность, а не представителя гендера. Вот. Это первое. И второе, для развития отношений, опять же, даже гендерных отношений, да, имеет смысл все-таки основываться именно на личностных отношениях, на чем-то общем. А понятно, что на сайте знакомств, где вы следуете, общаетесь, ничего общего быть не может. Раньше я мог привязаться и влюбиться в девочку после первой встречи, а то и до встречи, не видя в жизни. Ну, это, несмотря на, опять же, с потребностями. Сейчас я могу... Сейчас вообще никакой привязанности наверняка нет, потому что защита. Защита. Такое ощущение словно перегорело. Нет, просто, возможно, вы истощаете свой ресурс в силу того, что расходуете его неправильно, бездумно. Вот. А в исполнении ресурсов, там, это никакого нет. Хотя желание секса и общения не пропало, не пропадало никуда. Но, опять же, да, вот, здесь непонятно, в чем проблема. То есть, желание секса, секс, это как бы одно, общение совсем другое. И, на мой взгляд, вот, на данный момент его лучше всего это желание как бы развести, да, то есть секс, это секс, а общение, это общение. Последняя девочка, которая меня продинамила, разогрела и приносительный момент просто слилась, напрочь отбила желание старт пытаться с девушками. Ну, опять же, вопрос в том, как вы устраиваете отношения. Знаете, если с девочкой вас ничего не связывает, кроме секса, например, то да, ей легко вас продинамить. А если вы с девочкой знакомы, если у вас не общее дело, знаете, то он не так-то просто вас продинамить. Поэтому это вопрос от того, как вы преподносите себя и как вы устраиваете отношения с девочками. Иногда ходит и паранойя, что все девочки, с которыми я плотно общаюсь, решают навстречу и кажутся мне фетрными, меркантильными динамическими, которые любят эту флерт-игру для поднятия своего женского самолюба и из этой игры они выходят победителями. Правда в том, Александр, что это не правильно, а это правда. Вы действительно выбираете таких девочек, потому что сами будут не дошли боитесь близости и серьезных отношений. И поскольку вы себя занижаете, вспоминаю ментальный хлам, вы себя занижаете, то вам важно убедить себя в том, что девочки динамчатся, чтобы оправдать для себя отсутствие близости, как интимной, так и духовной. Вот и все. Поэтому вы правы. Но вы выбираете именно таких девочек. Я стал категоричным из них в какой-то степени. Опять же, вам хочется таким быть. Вам хочется таким быть, потому что так вы себя защищаете. Могу просто взяли и прервать общение, не пытаясь искать пути выхода из разрешения конфликтов. Но это все защита. Видимо, долгое заседживание на целях знакомств отразилось на моем вычислении и отношении к отношениям в целом. Да, почему вы на целях знакомств пришли, это отдельный вопрос. Все это вкупает, бывает, желание строить нормальные отношения. Так а вы не строили нормальные отношения никогда, Александр. Нормальные отношения, они выстраиваются в... реально, а не в... не на целях знакомств. Женщины в сотен летний покоя пишите вы, а женщины в каком смысле не дают покоя, в чем? Вот. Ну, то есть, вот такие аспекты вам нужно рассматривать. В целом, я бы сказал, что после более детального анализа, как и сказал мой коллега, можно вам дать более конкретные рекомендации и уже наметить ориентир работы. Например, потребностная сфера, эмоциональная сфера, ну, там, допустим, и так далее. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!